Блокаду Донбасса организовал мэр Львова Андрей Садовой, чтобы отвлечь внимание от проблемы с мусором во Львове. Такое обвинение прозвучало вчера из уст министра внутренних дел Арсена Авакова. Мы сегодня снова попытались узнать реакцию самого Садового на вот эти заявления. Что из этого вышло, давайте узнаем. Искали в кабинетах, в дворе и даже на крыше ратуши. Садового нигде нет. Узнать, где же мэр, идем к его пресс-секретарю. Как оказалось, мэр в командировке. Улетел в Варшаву на симпозиум. Симпозиум называется «Три революции портрета Украины», организовывая колледж Европы. А невидимо про что это? С той информацией, которая была зазначена в листе запрошенной, то это симпозиум про развитие демократии и последние события в Украине. Добрый день. Скажите, что это Андрей Маскаленко. Самый молодой заместитель глядоначальника Андрей Маскаленко. Без шефа, в хорошем настроении. Только сетует. Пока львовский мэр в Варшаве развивает демократию, лично Садового и его команду обвиняют во всех проблемах страны. Даже в том, что обрушится Шулявский мост в столице. Это рабочая версия. В момент обвала на него проезжал перегруженный львовский сметевоз. За кремом, согласно с этой версией, был лично заступник мэра Андрея Маскаленко. Какого нет алюби на вчерашний вечер. Непонятно, почему львовским чиновникам смешно. Ведь глава МВД недвусмысленно обвинил Садового в организации блокады. Обращаюсь к уважаемому мэру Львова, господину Садовому, главе фракции самопомощи Березюку. Вы начали эту авантюру, в том числе, наверное, из-за того, чтобы не так внимательно смотрели на те проблемы с мусором, которые возникли во Львове. Вы будете нести за это ответственность. Юридическим языком это организация блокирования транспортных коммуникаций. 279-е статья Уголовного кодекса. В случае тяжких последствий это тюрьма на срок от 5 до 12 лет. В свой ответ Авакову Садовый дал в фейсбуке. Мол, обвинения абсурдны. Но в этом же сообщении Садовый в очередной раз заявил, поддерживает требования радикалов, блокирующих транспортные сообщения в АТО. И предостерегает, мол, силой разгонять их нельзя. Расценивать ли этот пост как очередной призыв к продолжению блокады, выяснить сегодня так и не удалось. На последнем этаже Львовской мэрии самая большая смотровая площадка во Львове. Отсюда даже виден аэропорт. Где-то в это время там приземляется самолет из Варшавы. В нем и Андрей Садовый. Но пообщаться сегодня с нами он не захотел. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львов.